Девушки отдыхают 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 Что сегодня это вообще редкий случай, потому что вот это вот Соня, Валера, Света, Валера. То есть, я не знаю, обычно желания не озвучиваются, но, может, есть какие-то вещи, которые бы ты смогла произнести вслух. Ну, я не постесняюсь и скажу о своем желании. Уж коли один из Валерий Ев, музыкант, мой музыкант, один из любимейших друзей. Все такое. Что на тебе? Ну, ладно, я выскажу свое желание. У меня есть желание записать фантастический, качественный, очень мелодичный, профессионально записанный альбом. Сейчас как раз больше нравится мне тяжелый саунд и... Даже не знаю, как это назвать. Хочется создать какой-нибудь евро-хит. Евро-хит. Так. Удивительно. Какие ты знаешь евро-хиты, Валера? Ну, евро-хиты, там, You're My Heart, You're My Soul. Евро-хит, да? Да. В общем, такое дэнсовое, такое, легкое, светлое. И к тебе из стороны-то в сторону. То тяжелое вот нравится, то вдруг евро-хит захотелось. Да вот мне все нравится. Это же настроение. Ты же, вот сам, Валерийка, ты же не можешь пребывать изо дня в день в одном и том же настроении. Так же чокнуться можно. Конечно. Сегодня встало, у тебя хорошее настроение. Солнце светит, у тебя отлично, отличное настроение, да. А там, послезавтра, не дай бог, ты там, подвернул ногу, ты грустишь, или там, девушка кинула. Так что, это же сама жизнь. Поэтому песни, мне кажется, имеют быть право, имеют быть право точкой, имеют быть право разными. А просто бывают такие периоды, когда там, ты очень серьезно там думаешь над текстом, потом аранжировки, потом досполнением. Кто-то долго работает с вокалистом, чтобы там, как бы научиться петь вдруг по-новому как-то. Вот, какие же все, все равно есть такие вечные штуки, да, вот, которым ты, в любом случае, вот это для меня самое главное, это всегда будет самым главным, и за это несу больше соответственности. Вот что для тебя? Это звук, аранжировки, вокал, текст все-таки, или что? Ну, наверное, вот сейчас, на данном этапе моего развития, это, наверное, все-таки текст. Я хочу, чтобы мои тексты, песни, они еще воспринимались как поэзия. Вот, текст должен быть поэтичным. Вот, и на это я делаю акцент. Вот, и вот эта новая песня, я назвала «Белая песня», она, на самом деле, я вот отвечаю за каждое, не то что слово, запятую, а за каждую фонему, потому что продумалось даже там, вплоть до фонемы, сочетания гласных-согласных, чтобы это было естественно, чтобы это имело смысл, чтобы это было красиво, чтобы это было еще и удобно, приятно петь. У меня есть идея издать книгу, она будет называться «Тетрадь слов». Там будут собраны песенные тексты, там будут собраны стихи, которые еще не озвучены, и вряд ли, наверное, будут озвучены в песне. Там будут какие-то там собственные личные высказывания, афоризмы, и даже цитаты разных-разных людей, там, может быть, поэтов, писателей, которые в свое время сформировали мое сознание. Света, ты не боишься озвучивать желания свои? Нет. Нет? Сегодня нет. А, то есть нам такая честь. Любимый поэт? Один. Один. Ну, конечно, Бродский. Конечно, Бродский. Если один. Да. Если два, то плюс еще Федерико Гарси и Лорко. Собственно говоря, сегодня мы их услышали. А если три, то Полюлюар. А если четыре, то Евтушенко. Ну, ладно. Стихи Осипа Александровича Бродского. Неужели не я? Стихи Осипа Александровича Бродский. Неужели не я, освещенный дремя фонарями, Столько лет в темноте по осколкам бежал пустырями? И сиянье небес у подъемного крана глупилась? Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось? Кто-то новый царит, безымянный, прекрасный, всесильный. На дочизне горит, развивается цвет темно-синий. А в глазах у борцых мельтишь от фонари по цветочку. Кто-то вечно идет после новых домов в одиночку. Значит, нету разлук. Значит, зря мы просили прощения у своих мертвецов. Значит, нет для земли возвращения. Остается одно по земле проходить без тревожного. Невозможно отстать, обгонять только это возможно. Поздравляю тебя с этой ранней находкой с тобою. С этой вечной рекой, с этим небом в прекрасных осинах. С описанием утра, за безмолвной толпой магазинов. Слава Богу, чужой, никого я здесь не обвиняю. Никого не узнать, я иду, тороплюсь, обгоняю. Как легко мне теперь от того, что ни с кем не расстался. Слава Богу, что я на земле без отчизны остался. Не жалец этих мест, не мертвец, а какой-то посредник. Совершенно один, ты кричишь о себе напоследок. Никого не узнал, опознался, забыл, обманулся. Слава Богу, зима, значит, я никуда не вернусь. Слава Богу, зима, значит, я не вернусь. Вопрос к Валерии. Валерия, скажи, пожалуйста, вот за время нашего знакомства, помнится, это года полтора или два назад вы впервые пришли к нам на программу, вот, как изменилось с тех пор Сурганова? Прости, что мы о тебе в третьем лице. Кстати, он любит всегда обсуждать людей, прелюдно. Ну, изменилось. Как-то, ну, видишь, она, ну, да... Нет, прическа, глаза, все понятно, макияж. А вот по твоему ощущению, может быть, что-то я приобрела, может быть, что-то потеряла. Ни длинный мем. Да не, не, ну, как же не длинный мем. Ты скуп на комплименты. Я не скуп нисколько на комплименты. Ну, все, что, так сказать, все изменения, они все, мне кажется, только положительную сторону. Глаза горят в них. А разве полтора года там назад не горели? Не горели, но, как бы, видишь, не погасли же за полтора года, не перемолотила машина шоу-бизнеса, ничего не произошло страшного. И ты, слава Богу. Светик каким была, хорошим человеком таким и осталось. Ничего плохого за это время не произошло. Я вот честно скажу, я удивился, когда сегодня впервые увидел Свету в гримёрке, потому что ты посветлела. Не в смысле, опять же, волос. Глаза действительно стали более мягкие, более какие-то... Потому что мы виделись как раз вот с тобой. Это вот практически заканчивала вся эпопея со снайперами, и ты была немножко такая побитая. Когда каждый второй журналист первый спрашивает об этом, Ну как, прошёл восстановительный период, реабилитация, прошла успешно, всё встало на свои места, и вот он, блеск в глазах. Опять же, памятуя тот разговор наш прошлый, ты сказала, что вот мы выпускаем этот первый альбом, это то, что вот было записано за 15 лет. Да? И тогда ты говорила, что что касается второго альбома, уж посмотрим, как пойдёт. Не чувствуешь ли ты нехватки материала для альбома? Пока не озвучен старый материал, я, наверное, с трудом могу думать о новом. Хотя, в общем-то, лимит потихонечку уже исчерпывается, и вот третий альбом, я очень-очень хочу сделать его, и чтобы база этого альбома, третьего, была основана на новом материале. И, в общем, уже кое-какие предпосылки для этого есть. Ты действительно выглядишь очень счастливый на данный момент. Обычно... Женственный. Обычно какая ситуация? Ну, то есть распространённая история такая, распространённая история, что типа вот артисту должно быть, ну, не телевизионное слово, ну, плохо как-то, да, плохо. Есть другой заменитель в русском языке, вот, чтобы вот прямо, чтобы вот творилось. То есть плохо. А когда всё хорошо, вот... Подожди, ещё никто не сказал, что всё хорошо? Выглядит, как будто всё хорошо. Вот какая ситуация. 2004-2005 год, вообще, как какой-то переломный для меня этот этап, и что концовка 2004 года, что начало 2005-го, они ознаменовались, если вообще вот это слово можно в данном контексте произнести, ознаменовались потери двух моих очень хороших знакомых друзей. Вот, и у меня просто начался этап отсчёта. Потерь. Вот, это катастрофически были тяжёлые месяцы, и мне просто понадобилось какое-то количество времени и огромное количество душевных сил, чтобы всё это как-то осмыслить. И вот в итоге, на самом деле, появилась птица-певчая, кто знает творчество и слышал эту песню, появилась белая песня. И, в общем, скорее всего, наверное, третий альбом – это будет альбом этим людям. И я хочу рассказать об этих потерях, о своей печали, ну, очень светло. И так, чтобы она не была убийственна, а наоборот, как-то такой некий гимн продолжению жизни и памяти тех людей. Вот поэтому, не знаю, как, хорошо, это плохо, да. Ну, то есть, конечно, встряска была колоссальная. Встряска колоссальная. Вообще, как бы, не хотелось бы писать песни только по таким поводам. Специально для вас прозвучит песня. Она новая, ей всего месяц. И она впервые прозвучит на вашем телевизионном канале. Называется «Белая песня». Можно сказать, телевизионная премьера. Спасибо. Только там, где аллом метит солнце в спину горизонта, Где сирень, кудрявец и тенц, и поет прибой. Где пушистая пшеница, и как лезвие осуга, Где парящий в небе птицей голос твой. Там мои обнимешь плечи, ветром волосы стреложишь. Только там, открытую дверь, нам с тобой. Очнутся крылья за спиной, Когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом Подаришь поцелуй. Стрелька запахает, полная рисуй снова. Тонких нитей один мужество. Как бы не было далеко, но тупо улыбка. Мога ты всегда со мной. Белым-белым кроет светом Семень глаз твоих. Белым-белым станет бурень В волосах моих скоро. Только там, где горным соком Грудь земли ласкают реки, Где глаза глядят на север С ледяной тоской. Где обшарпанное время Патефон иглою лечит, Где, как в парке, пляшут тени Танец свой. Там о ней услышишь речи, Водопады снег уронишь. Только там, открытую дверь, Водопады снег уронишь. И нам с тобой... Точнулся крылья за спиной, Когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом Подаришь поцелу. Стрибка, тархая, фона я рисую снова Тонкох медиа, дыма чувства. Как бы ни была дорога на тупах улыбка, Бога, ты всегда со мной. Белым-белым кроет снегом Семь глаз твоих. Белым-белым станет бурень В волосах моих скоро. Белым-белым станет бурень Точнулся крылья за спиной, Когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом Подаришь поцелу. Стрибка, тархая, фона я рисую снова Тонкох медиа, дыма чувства. Как бы ни была дорога на тупах улыбка, Бога, ты всегда со мною. Точнулся крылья за спиной, Когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом Подаришь поцелу. Стрибка, тархая, фона я рисую снова Тонкох медиа, дыма чувства. Как бы ни была дорога на тупах улыбка, Бога, ты всегда со мною. Точнулся крылья за спиной, Когда войдешь в мой спящий дом. Ты с первым солнечным лучом Подаришь поцелуй. Стрибка, тархая, фона я рисую снова Тонкох медиа, дыма чувства. Как бы ни была дорога на тупах улыбка, Бога, ты всегда со мною. Субтитры создавал DimaTorzok Какие у вас отношения с коллегами по цеху? То есть вы же сталкиваетесь с ними на... Скажем так, на фестивалях, На каких-то сборных солянках. Или так, привет-привет, пока-пока. Да, привет-привет, пока-пока. Ну, я не знаю, вот, может, парни больше общаются с музыкантами. Я как-то... Обычно, бывает, доходишь до гримерочки, до палаточки, Куда-нибудь, так, спрятался, пришел, отыгрался и уехал. Да, или же наоборот. Для некоторых это наоборот, такая... Возможность пообщаться, встретиться, да. Ты к кому относишься? Ну, я, наверное, скорее вот к первой категории, Которую вот к палаточке, там, чуть-чуть отыграл и уехал. Но пока вот я иду до палаточки, Ко мне подходят люди, мы привет, мы разговариваем, Мы обмениваемся какими-то впечатлениями, новостями и все. Художественный вопрос. Идешь ты по дороге, видишь перекресток. Сказку напомни мне, где там богатыри шли, да? Да, да, да. Налево, направо, прямо. Камень. Назад еще. Таблички. Таблички. Ну, значит, там, типа, налево спокойно, благополучно, живешь, не тужишь. Ну, когда идешь налево, никакого спокойствия не ждешь. Хорошо, давайте направо, благополучно, спокойно, все хорошо. Хорошо, в общем... Налево. Да, налево, мол, не то, что плохо, но как-то бег с препятствиями, в кавычках. Прямо, мол, там, выгорело, выгорело, краска выгорела, не видно ничего. Ну, и можно пойти, естественно, назад. Не, ну, только не назад. Ну, наверное, там, где краска выбрела. Назад, чтобы пройти еще раз путь до этого перекрестка. Ну, нет, ну, зачем? Не надо. Он хорош по-своему. Дальше, там, где красочка затерлась, там, где вот непонятно ничего, вот туда бы я пошла. А если бы там было что-то написано, что бы там могло быть написано? Чего бы тебе хотелось бы, чтобы там было написано? Ну, что, конечно, супер-хит, евро-хит. Вот, с фантастическим качеством, с прекрасной аранжировкой, так, чтобы эта песня там пелась, там, тысячами, миллионами людей, чтобы она звучала не только на русском, может быть, там, на каком-то иностранном языке, на английском. Вот, чтобы это была босомомуча. Вот у меня есть мечта написать босомомуча, с маленькой буквы босомомуча. Вот, это, конечно, мечта. То есть еще не написано босомомуча? Нет, нет, моя лебединая песня еще, три, нет, еще не написано. Сегодня созванивался с приятелем, мы о чем-то разговаривали, и он говорит, слушай, я такой сюр сейчас вижу, по Арбату едет две машины ДПС. Кого они там ищут, что они там ищут, непонятно, да, потому что это у нас все-таки пешеходная улица. Да, дорожный транспорт, потому что даже ДПС это... Ну, гаишники старые, да, то есть вот едут машины. Можете ли вы вспомнить какие-нибудь сюрреалистичные ситуации в вашей жизни, может быть, недавно происходящие? Вот я смотрю на твою майку, у тебя два осла на ней нарисовано. Лелик и Болик. Отлично, вот, а у меня совершенно сюрреалистический осел дома живет. Вернее, он висит на веревочке, иногда летает, когда я его заведу. А это вот, который вокруг плавал? Да, вот этот вот. А, на ниточке, да. Обожаю. Он сюрный? Ну, он смешной, ужасный. А ситуации, когда вот возникали, так думаешь, черт возьми, трэш, сюр? Не бывает такого. Думать надо. Да у меня коллектив сам сплошной трэш, посмотрите на Малерку, ходящий трэш. Слушайте, мы тут были в походе на днях, и нам, причем мы забрели куда-то вот на границу с Финляндией, и нам показалось, что мы видели северное сияние. Такое может быть? Такое может быть? Может быть, потому что у меня многие музыканты из ГПК Кунст, они, правда, очень сильно выпивают. Москва, Питер, Питер, Москва. Но они говорят, что мы в Белоговом видели северное сияние. Ну вот. Может такое быть? Вы ничего не принимали? Я не первый раз слышу уже. Ну как же на природе ничего не принимать? Это же надо быть совсем больным, наверное, человеком. Ничего на природе здоровья не позволяет. Нам пока кто-то-то здоровья позволяет. Естественно, мы приняли. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все, все однозначно, в зависимости от того, сколько кто что принял, все видели вот это вот свечение. Я до сих пор мучаюсь. Я не понимаю, это было северное сияние или это какая-то шла дискотека в далеком финском селении. Да, конечно. Такие лазерные лучи били по всему небу. Ну, красота была неимоверная. Мы заговорили о здоровье. Как твое здоровье? Потому что я знаю, что возникает время от времени проблемы с твоим здоровьем, притом довольно серьезные. Да, Боже, у вас упаси. Все хорошо. Да? Смотри, да посмотри на меня. Мне просто грех говорить не здорово. Посмотри, какой цвет и какой цвет ты. Нет, все отлично, спасибо. Все хорошо, все уже позади. Надеюсь, старения не будет. Вот для этого мы и сделали деревянный стол. Белая белая сукнула, твоих волос слегла волна и потонули плечи в небе. Апрель себя со мной лишает сна. Ведь толкли небом взгляд и тень под гола хитрый лабиринт. По зеленеющий лабиринт. По зеленеющей крови, апрель снимает старый балантинт. И уже остатки, амбиринт. И уже остатанела, ноет губы, ноет тело. День прожит тебя не видеть, словно чашу ягоды. Амбиринт. 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 Луна, но хмель И медов с каждого ствола Сочит, сочит разнусь данный ответ И уже сатанела Ною губы, ноя тела И день прожить, тебя не видеть Словно чашу ядовый вид И уже одна тонела Ною губы, ноя тела И день прожить, тебя не видеть Словно чашу ядовый вид Играет музыка Лично я, да, вот эту стезю рока Такого русского, как это лично Как это сейчас назвать-то его Немножко бардового такого Ну, немножко неприемлю на самом деле То есть, ну, я понимаю, что есть люди, которые нравятся Стиль музыки, да Но лично к Светлане, ну, как отношусь Я не знаком лично Судить как артиста, ну, исполняет, да, полис популярностью Наверное, люди, понимающие в этой музыке больше, чем я Раз ее ценят, значит, она действительно что-то заслуживает Наши рок-певицы, они исключительно для, так сказать, российского менталитета То есть, я думаю, что, ну, в принципе, Земфира может быть Это единственный человек, который мог бы быть настолько, ну Мог бы представлять Россию, да, на Так сказать, на На рок-арене Из того, что до меня доходит, пожалуй, да Что, пожалуй, что Я могу отметить только Земфиру Потому что Это реально думающий, мыслящий человек В том, что она делает, нет Ненужные истерики, так присущие всем остальным любителям этого жанра И я не знаю этих людей, но я уверен, что они существуют Много хороших, красивых и приятных женщин Которых, к сожалению, пока еще никто не услышал Целевая аудитория Глядя на публику, которая находится на твоих концертах Глядя на публику Глядя на публику, которая сегодня пришла в студию И которая там стоит, и которая не пускает сюда За, скажем так, за пределы круга Вот Почему так много девушек, и почему так мало мужиков? Как много девушек хороших Как много ласковых имен Во-первых, это устаревшее на самом деле впечатление Как давно ты был на наших концертах, скажи мне честно Вот прямо сегодня Ну ладно, подожди, это сейчас немножко не та ситуация А так, в принципе, наверное, год, а то и больше Год тому назад, да? Ну вот, если ты придешь, например, на днях у нас будет концерт И посмотришь на целевую аудиторию Ты, наверное, приятно порадуешься Потому что она настолько разношерстная сейчас И, в общем, тенденция идет к Тенденция идет к Более взрослой публике У нас Как по-русски-то сказать Увзросляется публика Есть какое-то слово Неологизм Можно я себе такую позвать? Увзросляется Увзросляется Публика взрослеет Спасибо, что ты всякие язык уже забыл Новые вливания То есть, ну, смотрите, господи, что это Люди приходят с семьями, там, в два-три поколения И с бабушками И с бабушками И с папами И с дедушками Ну, то есть Так приятно на это смотреть Ты подглядываешь на обсмотр? Нет Валера, можно тогда мне сказать реплику? И комплименты Вы уж меня сегодня обсыпали комплиментами Спасибо, я же должна как-то ответствовать У тебя, знаешь, как это были человечный взгляд Стал теплый, открытый Если раньше ты был похож на какого-то Мефистофеля Что-то такое вот демоническое было в твоем облике Я, признаюсь честно, я тебя побаивалась Вот Может быть и к лучшему? Вот А сейчас как-то вот теплее все Вот стало прямо вот И усы не так застреливая Послушай, я тебе как раз говорю то же самое Ты же любил Сальвадора Дали? Нет, я его никогда не любил Он по-любилому дверь был Поэтому сделал прическу под него У меня просьба Свет Как видишь, не так пока много автографов Но оставьте, пожалуйста, свой Ну, только не под столом, я умоляю тебя Не под столом Не под столом Там плохо пишет Там еще он свеженький такой, видишь, там еще Оставьте, оставьте Пока вы будете писать Я как раз обращусь к нашим зрителям Ну, давай Вы не подумайте, что это у нас такая, знаете Или блаш и прихоть Вот писать просто на столе Тут есть некая замануха Если вы будете внимательно смотреть Тем более, что автографы не всегда бывают отчетливые И если в какой-то определенный момент Мы у вас спросим А чей это автограф? Нет, тогда их очень много накопится Да, да, да Практически не будут читаться они И вы ответите чей это автограф То вы получите приз От наших друзей От магазина Мир Музыки Что на Маяковке Скорее всего это будут какие-то приятные музыкальные инструменты Или что-либо еще И у вас появится возможность побывать здесь На съемках очередной программы Кухни Мне кажется, заманчивое предложение Я бы на вашем месте подумала Все начнут записывать Все на видеомагитофон Все программы И потом в рапиде просматривалась Так что запоминайте, да Кто где расписывался Ну, мою подпись Не узнать просто невозможно Да? Ну, потому что я просто беру и пишу Собственно, все Ваше время истекло Спасибо вам большое Удачи вам И исполнение всех Ваших Сам понимаете чего Аплодисменты артистам Если б во мне были слезы Из глаз моих шел бы снег А крылья, да что они могут Тогда им не с кем лететь А мне стать бы твоею луною Но небо окутал дождь Спав на поле ранней весною А ты от него что-то ждешь А мне стать бы горящей свечою В твоих чуть озявших руках Но в них уже радость и горе Ключи от дверей в никуда Спит холодно, так бы печали Из глаз уставших твоих Мне листья напротив Что-то шептали Но мне не понять их язык Субтитры сделал DimaTorzok В осень растоплены печи Только от них не теплей В литую стужу укроет себя Какой-то чужой чародей Ветер срывает вятки Сказать прошла пора Судьба расставит новые сети Начнется другая вина Лежал неокрыбший ворон Сквозь рамы оконных дыр Останься, мечту не так гонишь Он тоже видать был один Тонует в житейской юзине Прожуй белоснежный город Ты мне как на картине Печня зеленых цветов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если б во мне были слезы Из глаз нашел бы снег А крылья, да что они могут Когда им не с кем лететь Мне стать бы поею луною Но небо окутал дождь Спаха на поле ранней весною А ты, понимаете, луною В гостях у нас была Светлана Сурганова и Оркестр До следующей недели берегите голову, слушайте правильную музыку Пока! Пока! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ